Добрый вечер! Глава шестая, раздел шестой. Тема наша снова, повторяем это каждый раз, когда начинаем наше занятие, после того, как прояснилась вся последовательность необходимая для каждого из нас, чтобы прийти к этим вратам, истина существования Творца в этом мире, проявления Его в этом мире, понимание того, что мы, как творение, обязаны служить своему Творцу. В чем проявляется это служение, особенности этого служения, приходим к вратам шестым, которые находятся ключ к этому служению. Потому что в конечном итоге, сможем ли мы действительно это служение выполнить, как мы с вами учили, во имя небес, или будет к этому примешано что-то личное, что-то эгоистичное, зависит от я-человек, от эго его, более конкретно, от качества, которое определено как высокомерие, или по-другому мы говорим гордость. Для того, чтобы высокомерие и гордость не влияло на нас, мы должны смирить их. Поэтому наши врата называются врата смирения. Они направлены против качества гордости и качества высокомерия. Человек смиренный, человек скромный. Это наш идеал. К этому мы должны стремиться. И вот конкретно, как это осуществляется, что надо предпринять, каким надо человеком быть для того, чтобы достичь этого качества смирения, мы с вами разбираем. И надо соблюсти тут 10 правил. То есть весь шестой раздел, который мы с вами уже в нескольких занятиях разбираем, правила один за другим, как постичь качество смирения. Мы находимся сейчас в седьмом правиле. Человек должен проявить перед другими свое смирение, пренебрегая гордостью своей ради чести Творца и оставляя заботы о собственном величии, авторитете и достоинстве в то время, как он занят служением Богу Благословенному. Как в одиночестве, так и среди людей. Как сказано об Ароне, и снимет пепел с жертвенника. То есть невзирая на высокое положение Арона, Творец вменяет ему в обязанность ежедневно, постоянно убирать пепел с жертвенника, чтобы он почувствовал себя приниженным и изгнал гордыню своего сердца. Также о царе Давиде сказано, свидетельство о нем, Писание. А Давид плясал изо всех сил перед Всевышним, перед Ковчегом Завета, и сказал Давид, буду веселиться перед Всевышним, и еще больше унижу себя. Также сказано в Тилии, и буду говорить о законах твоих перед царями, и не устажусь. Тут уже это правило, оно окольным образом касается и нас. Касается и нам. Человек, который вырос в еврейской жизни, вполне возможно, что ему будет сложно. Сейчас мы поймем, будут ситуации, в которых проявить себя евреем, ему будет сложно. Будут, сейчас мы разберем. А для нас эта ситуация самая, что не есть, знакомая. В принципе, чуть ли не с этого мы начинаем. Когда мы сделали первые шаги в Чуви, то они были необыкновенно сложны, хотя бы той причине, что надо было этот первый шаг сделать не столько внутри себя, а сколько внаружи, в своем проявлении. Штали себе, что человек решил стать верующим протестантом, католиком, я не знаю, или даже мусульманином, буддистом, не знаю кем. Скажите, кто-то будет догадываться, что произошло в нем? Ну, если только он не расскажет всем, или там публично объявит, или его там застукают за то, что он пошел в церковь, или в мечеть, или куда-то в другое место. Обратили внимание, что евреев, как только надо быть евреем, надо в этом публично сразу же объявить себя своей кипой на голове, а у женщин вообще, что это полностью, это прикончить ее, это одеть голодной убор, прикрыть волосы. Помните, как это было сложно? Практически невозможно. Сколько людей готовы были по месту жительства носить кипу, но ездили на работу, там они появлялись без кипы. И много-много лет. Просто не хватало сил. Не было сил. Давайте поговорим не о нас, а может потом вернемся к нам. То есть о нас это понятно. Ведь когда человек делает первые шаги в еврейской жизни, то если придут и спросят, кипу одевать? Я вот понимаю, да, есть Бог, надо соблюдать. Я субботу соблюдаю, то соблюдаю. Вы знаете, у меня, я одеваю кипу, у меня такое ощущение, что когда я на людях, все на меня смотрят, я просто ворюсь, особенно у женщин, просто это так стыдно, так как-то не в своей тарелке, то есть могу сойти с ума. Не могу, не могу, не могу, не могу. Не можете, то не можете. Ведь давайте только вспомним, чтобы тут ничего не перепутали. Для нас прийти к этим вратам шестым, к вратам смирения, это, знаете, это где-то там, где-то, не в конце, я надеюсь, но где-то посередине. Это не для начинающих. Поэтому, если нам тяжело поставить кипу на голову, то смотрите, значит, Седор, так и ходите без кипы. Ну, как же, а написано, что надо с кипой. Ну, оденьте кипу. Не, ну, я не могу. Ну, тогда не ходите в кипы. Получается, что это вот по желанию? Нет, не по желанию. А что? У нас, так, внутреннее содержание должно идти и с внешним видом, как мы видим. Чтобы не было такого о том, что внутри я никто, а устроил маскарад и сразу, значит, вырядился в какого-то человека религиозного. Такое тоже бывает. Но, чтобы вы знали, опыт показывает, что все, которые переоделись сразу, знаете, так круто, они точно так же сразу же и все и оставили на каком-то этапе. Это невыносимо. Это не по их душевным силам. Они просто не рассчитали эти свои силы. А правильный путь поначалу это учиться. Это развиваться, переваривать, начать соблюдать то, что можно. А так как нету душевных сил вот сопротивляться общественному мнению, то в этой области нужно делать тоже постепенные шаги, пока человек не наберется силы. И когда вопрос о том, ставить кипу, не ставить кипу, вообще исчезает, на каком-то этапе человек вдруг чувствует, что у него не хватает кипы. Он идет по улице без кипы, и вдруг он... А где кипа? Он чувствует, что нет. Ему становится стыдно. Нет того, что он в кипе ходит, а того, что нет у него кипы. А, тебе сейчас стыдно того, что у тебя нет кипы? А сейчас одевай кипу. Почему? Потому что сейчас у тебя есть силы. И ты будешь способен, вот как тут, больше заботиться о почести Всевышнего, а не о своем. Че тут причина? Видите, он говорит, проявляет перед другими свое смирение, пренебрегая гордостью своей, ради чести Творца. А у нас как все... Мы себя как бы ставим выше, чем Творец. То есть мы заботимся о своем я, о своей почести, о своей величии, о чести своей, больше, чем о величии чести Творца. Творец нас, он повелевает нам носить головной убор. А нам неудобно перед кем? Перед другими людьми. Всего лишь нам все. Перед другими людьми, которые точно так же обязаны это делать. И мнений, которых никакого отношения не имеет, к тому, что мы тут разбираем. Но не о нас речь идет. То есть тут мы, чтобы просто войти в эту тему, нам легче понять, потому что каждый из нас это проходит. Хотя, тот, кто взял Шулхана Рух, даже Китсур Шулхана Рух, то есть книгу законов еврейских, с каких слов она начинается? С каких слов она начинает? Начинают. Начинается Шулхана Рух, еще до того, как начинается перечисление длинное всех законов еврейских, которые их есть. Начинается цитирование Мишны из Перкея Вод. А вей аскенамер. Будь дерзок, как тигр. Оказывается, кто разбирается в животных, оказывается, например, у льва есть одни особенности, как животного, хищного. А у тигра особые. Они не одинаково атакуют, они не одинаково нападают. А тигр, есть у него качество, проявляется оно в дерзости его. Что значит быть дерзким? У нас наоборот. Все время сказано о том, что человек не должен быть дерзким. Это качество, с которым надо бороться всю свою жизнь. А тут, наоборот, сказано, будь дерзким. Но только там продолжение. Дерзким в чем? В служении Всевышнего. То есть тогда, когда дело доходит, как он пишет, когда дело доходит до служения, то тут надо отбросить всю свою заботу о своей почести, о своем величии, о своем достоинстве. Когда человек занят служением, он как бы в одиночестве. Никто его не должен его сбить с толку. Надо знать, что мы разбираем самую внутреннюю точку человеческой души. Там, там, там. Это то, что находится глубоко, глубоко, глубоко в сердце человека. Если мудрецы нам точно поставили палец и сказали, это тут, это значит, что вокруг этого все остальное будет вертеться. Смотрите, сколько мы, перечисляя правил, и много вещей, мы сейчас дальше будем продолжать, где даже не ясно, какая связь с гордостью, с языкомерием человека. И вдруг мы видим, начинаем только разбираться, входить в детали, вдруг видим о том, что вещи далекие, далекие, где вы даже не думаете, они связаны, в первую очередь, с корнем, на котором пространяют все остальные качества человека. Вот этот корень под названием высокомерие и гордость человека. как управлять им? Где проявляется это качество? Надо же знать еще и точно, где мы, то, что сейчас мы говорили о том, что мы этим, это мы должны быть полностью смирены. Так, где оно проявляется? Проявляет перед другими свое смирение, пренебрегая гордостью своей ради чести Творца, оставляя заботы о собственном величии, авторитете. Видите, о собственном величии, даже авторитет и достоинстве в то время, как он занят служением. То есть, столько времени, сколько человек занят служением, ничего не должно поколебать. Ничего. Никакое мнение другое. Будут на мной смеяться, не будут надо мной смеяться. Какая разница? Я так говорю, человек идет по улице и на него собака гавкает. Что вы будете делать? Человек приходит и говорит, вы знаете, я шел по улице и на меня собака начала гавкать. Что мне делать? Что делать? Ну, начните на нее. Гавкайте тоже на нее. Хотите на нее? Отвечайте. Начните гавкать тоже. То есть, хотите быть, как собака? Пожалуйста, спуститесь на ее уровень, отвечайте, как собака. Кто-то пристает на работе, в обществе, что ты ходишь в кипет, что сошел с ума. Слушайте, что кто-то гавкает. Кто-то вас обязывает ответить тем же самым? Вступать с ними вообще в какую-то дискуссию, вообще обсуждать это? Надо знать, что правильно, и после этого уже у нас нет обсуждения вопросов. Для этого нужно иметь это качество под названием азут. Азут – это дерзость. Эта дерзость, она имеет две стороны, как и все остальное. Она имеет сторону положительную и отрицательную. Отрицательную все мы знаем. Наглость, дерзость, в то время, как есть азут – так душа. Есть это качество со стороны положительной, дерзость со стороны святости. Что она означает? В том месте, где необходимо, мы должны быть полны сил для того, чтобы противостоять любому насмешке, любому воздействию. Представляете, себе приводили этот пример, что над вами смеются. Почему? Потому что что за кипа, что в Средневековье, особенно, знаете, попадаешь в компанию нашего русскоязычного, это просто катастрофа. Могут просто на месте прикончить. То тяжело, естественно, очень тяжело себя вдруг выдать и сказать, а, я стал религиозным. Сведут с ума, просто, просто, осмеют, там, забьют, как по-русски говорят. Теперь я хочу спросить, можно спросить? Вот, предположим, что вам сейчас дадут за один день продержаться сто тысяч шекель. Два дня двести тысяч. Три дня тридцать. Теперь вы приходите на эту работу. Причем с условием, что если смеяться не будут, то вам ничего пластить не будут. Человек приходит туда, над ним начинает смеяться. Кто, 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 кто начинает смеяться? Он начинает смеяться, потому что, потому что он держит такую великую тайну свою о том, что, смотрите, чем больше будет он смеяться, тем больше у меня растет счет в банке. Может, это даст сил. Человек должен уметь противодействовать полностью на смешке, которые приходят от людей совершенно недостойно. Это сердце, оттуда все исходит. Это корень преступлений человеческих. Когда началось, называется, Тнуата Аскала, это движение просвещения, в принципе, отход от еврейской жизни, который еще начался 250 лет назад приблизительно в Германии, он начался с этого. С чего начался? Как это началось? Как могло быть? Он начался с очень религиозных людей, которых нельзя было их отличить. Они ходили во фраках, они ходили как раба ним, которые начались, они были мудрецами. Как это началось? И снаружи была очень развитая культура. Была элита культурная в Германии. Это были люди очень интеллигентные. Это не было, что называется, как в былые времена, евреи, который учился, он был образованный, и он видел вокруг себя необразованное общество, в котором он жил. он автоматически отдалялся от них. Интуитивно. Общество всего времени в Германии, это было элитное общество, очень культурное, сэкокультурное. Хотелось быть частью его, но тогда оказалось, что быть частью этого или просто находиться с ними в торговых связях, надо было говорить с людьми богатыми, появляться в их домах, и надо было встречаться с всякими разными вельможами, всякими чиновниками, занимающими посты, или с людьми культуры. Не хватало, оказалось, у них сил вот этой дерзости, чтобы появиться в еврейской форме, в униформе. Не хватало у них сил. И что тогда произошло? Они говорили, так, хорошо, я, естественно, что я еврей, я ничего себе не меняю, но когда я пойду навстречу, так я себе подкорочу уже бороду, но я же не могу выглядеть как-то, может быть, уже вообще без бороды. Говорить, естественно, буду на высокопарном немецком языке, я оденусь так, как они одеваются, чтобы как-то у них не было этого качества, которое дерзости, которое должно было держать их в еврейской жизни. И так постепенно, постепенно, до чего дошло, всем известно. Видите, для чего все началось? С этой точки. Поэтому начинается Шулхана Рух, начинается закон еврейский, начинается, Бог будет дерзок. С этого начинается, потому что это то, что будет держать себя, удерживать себя от отхода в ту или иную сторону. Только у евреев быть евреем, это сразу называется, вызывая огонь на себя. Естественно, что нас еще заодно сделали, очень интересно, столько времени, сколько еврей живет вот где-то среди народов мира, он от них отличается. Каждый знает на своей шкуре, кто жил там, о том, что чуть ли не трехлетние дети могут различать этот жид, а этот не жид. Бейте жидов, четырехлетние дети уже разбираются. Помните, все физиономии такие еврейские, такие вот, за километр их видно было. Это лично мое мнение, почему это так, мое наблюдение, можно с ним не согласиться, естественно, потому что сняли с себя экипировку еврейскую. По Торе еврей должен ходить, как бы прокламируя, показывая, демонстративно, я еврей, я раб Бога в этом мире, я отличаюсь от всех. Были времена, когда уровень духовный был столь высок, и он позволял, как положено, мужчины ходили целый день в тфилине. Вы видели, одеваются, как тфилинные мужчины утром на молитве. Так вот, мы сейчас снимаем по определенным причинам, не будем ходить в них. А раньше ходили не снимая, целый день ходили в тфилине. То есть, выходили на улицу, и все видели нас в тфилине. Для чего? Сказано, почему? Потому что увидят вас в тфилине и устрашаться народы мира. Это страшно, действительно ли? Это какое-то непонятно, что-то тут, тут, что-то там приклеено. Сразу мы должны отличаться. По определенным причинам мудрецы решили, что нет у нас возможности носить тфилин целый день. Так у нас есть отличительный признак. У нас есть цицид. Желательно наружу, чтобы все видели. Наоборот, чтобы вы видели в сердце я еврей. А у нас что было? Всеми путями скрыть, что я еврей? А-а-а, сделали вам такую физиономию жидовскую, чтобы все видели заранее, чтобы вас все равно отличали. Все равно вы будете ходить. Другие вы будете. Даже не проверять, паспорт будет. Не надо смотреть по паспорту еврея, не еврей. По физиономии будут бить, не по паспорту. Почему? Потому, что сняли цицид. Почему я так говорю? Какое-то странное наблюдение. Я смотрю, приехали сюда наши, вот наши жидовские морды. У них родились тут дети в Израиле. Вы знаете, что они не похожи на своих отцов, дедушек и помышленников? Они не похожи, как я не знаю, это, по видео нужно еще как-то объяснить это явление странное, которое. Нет этих физиономий, этих жидовских морг, какие-то другие лица, какое-то череп строение другое, все, надо, какой-то, антрополог должен заняться этим вопросом, точно докторскую сделать, если он прояснит закономерность, как это происходит. Евреи должны отличаться. То, что тут сказано о том, что мы должны выделяться везде, выделяться. Вели нам голову о том, что нельзя говорить, что мы особый народ. Это чуть ли не как расизм. Что это вообще никакого отношения не имеет о том, что тут называется избранный народ. Это отдельная тема, касаться тут не будем, идем совершенно в другую сторону. Надо только знать о том, что по как положено, так как мы называемся рабами. Слово раб, естественно, никто уже не любит. Назовите нас служителем, я не знаю, как назвать хорошие. Мы солдаты Бога. Теперь точно так же, как вы обратите внимание, как солдат, который относится к каким-то отборным войскам. Видите, как он гордится своей формой. Человек получил погоны или какую-то награду, у него какой-то орден. Видите, как он ходит, он хочет, чтобы все видели, раз, одел все эти плашки, одел ордены, я завоевал, я воевал, я был героем, надо, чтобы все видели это. Он не хочет, чтобы это пропустили. Он горд этим, он гордится этим. Ну, чем ты гордишься? Не будем говорить, может быть, герой был. Хорошо. Но мы принадлежим к народу, который Бог избрал. И мы должны, да, этим гордиться. Спросите, секундочку, а гордость, она что? Вот, вот, для чего гордость существует. Если гордость, это качество столь порицаемое, то чего творец его вообще сотворил в этом мире? Ответ, потому что его можно использовать в разные стороны. Можно и для добра, и для зла. Для зла мы знаем, понимаем, видите, сколько уже говорили об этом. А для добра как? Вот как для добра, точно вот, как мы сейчас сказали, для добра. Для добра, это, знаете, что в нужный момент, тогда, когда нужно противостоять влиянию людей, недостойных, то мы должны встать на дыбы и, наоборот, уметь это противостоять. Более того, еще до того, как не стесняться, что мы евреи. Не только не стесняться, наоборот, в открытии прокламировать, чтобы за километр видели, что я еврей. Вызывая его на себя. В любом месте. Все это, что есть граница этого, сейчас, если есть опасное место, значит, надо пытаться это как-то не в такую открытую, но то, что там в Израиле, в месте, где это положено. Где нету, где-то опасности, которая называется мухашид, которая ощущается, ощутимой опасности, определенной опасности, то есть, когда мы знаем, что действительно есть какая-то опасность, во всех основных ситуациях, мы должны изначально показывать всем вокруг о том, что я еврей. как я буду знать, как все будут знать. Вот смотрите, вот цицид есть, вот тупа есть, я еврей. Все, что мы согласно этому, себя должны достойно вести. для того, чтобы для того, чтобы для того, чтобы имя Творца не было сквернено нашим поведением, если мы уже взялись на себя быть его представителями, чтобы мы его не подкачали, всего лишь на все. Точно так же, как все гордятся принадлежностью какой-то элите или еще к чему-то, к группе какой-то людей показывают, что точно так же и мы должны быть. Такими должны быть. Знать, как это, как это, знать, как это на самом деле должно быть. Иметь эту силу. Поэтому обратите внимание, до какой степени это важно, что тут сказано, например, про Аарона Куэйн. Аарона Куэйн, он занимал как бы самую высшую должность в еврейском мире. Что сделал творец? Иди вот на жертвеннике, убирай пепел. Самая унизительная работа. Почему? Так ему было повеленено, чтобы он знал о том, что его уровень, то есть его должность может привести его к гордыне, чтобы напомнить ему, кто он и что он, что он никогда не пришел к этой гордыне. Вот поэтому ему напоминает об этом. вообще очень тяжело, очень тяжело, очень тяжело. Человек должен знать, что это такой ситуации, идти против себя, против всех, естественно, очень тяжело, и согласно этому, и вознаграждение высокое. То же самое, как сказано о царе Давиде. Все знают, что написано в книге Шмуэль, эту ситуацию описывается, когда царь Давид, когда он танцевал перед Ковчегом Завета, которую перевозили с места на место, на новое место, и он танцевал это как только можно себе представить со всеми движениями, и пел, и, по-видимому, и как-то и выражал это, не хватает мне даже слов, как это, то есть, тут описано много аппетитов, как он это делал, до такой степени, что его жена, дочь царя Шауля, она Михаль, она посмотрела на него, увидела его, увидела, как он танцует, и запечатлелось это, вот, видите, в книге Шмуэль на все поколения, ее слова о том, что как ты себя вел, как ты мог так танцевать, как ты мог опуститься до уровня простолюдия, когда ты там плясал, танцевал, размахивал руками, пел, подсвистывал, не знаю, что он там делал, что-то он особенно это делал, ты вел себя некогда, на что отвечал ему царь Давид, я плясал изо всех сил перед Ковчегом Завета, перед Богом, не перед людьми, когда я перед ним, мне все равно, царь Давид, он был примером для всего, его называют Идуаэцни, интересное слово, посмотреть, что за слово Идуаэцни, что такое, почему я называю так, Иду, потому что, когда он находился в обществе мудрецов, он был наудан, он был, он был мяг, он преклонялся перед ними, он был полностью смирен, царь Давид, перед мудрецами, как только он выходил за пределы Бейт-Медраша, он был, он был силен, как царь, снова возвращался в свое состояние, царь, который, который все должны поклоняться, вел себя, как необходимо вести себя царем, поэтому он сказал своей жене, Михаил, он сказал, я так танцевал, потому что не полагается даже царю быть гордым перед Богом, по этой причине забрал, сам Бог забрал царство от твоего отца и передал его мне, это прототип того, что мы учим и для всех нас, от него мы учим и все остальное, о нем сказано, он сам говорит о себе в книге Тейлим, и буду говорить о законах твоих перед царями, не устужусь, видите, снова сейчас мы возвращаемся к нам, представляете себе, встреча царей, то есть встреча самых, так сказать, элиты человеческой, которая есть, они там устроили, я знаю, какую-то партию, вечеринку, встретились, естественно, что там стол, и не знаю, там кто-то там танцует, кто-то их развлекает, и вот царские беседы между царями, о чем говорят цары, ну, скажите, представляете себе, начинает говорить, война, да, вот захваты, это то, а царь говорит, смотрите, есть законы, ведение войны, если окружаем город, нельзя его окружать со всех сторон, надо ставить на сторону открытую, там нельзя, там, все деревья вырубать, нельзя эти, плодовые и так далее, начинают говорить, они ничего не понимают, о чем он говорит, естественно, о чем они могут говорить, ну, хорошо, давай поговорим по поводу, я знаю, так сказать, женской темы, по-видимому, очень важной для царей, да, а он тоже начинает говорить, смотрите, закон не дан, начинает объяснять им про Михаилу, они вообще там на него посмотрели, как она полусумасшедшая, они говорят, ну, о чем с тобой можно говорить, давай устроим какой-то бой, гладиаторы, то, это, он говорит, нет, смотрите, это пустое занятие, нельзя это делать, начинает ему этот какой-то мораль считать, он не стеснялся, ну, мы уже, о теме того, нужно ли нам стесняться в этом обществе, или не нужно стесняться, мы уже обсудили несколько раз, снова, чтобы не было тут недопонимания, когда речь идет о нас, попадаем в это общество, быть евреем, в том обществе, куда мы попали, мы не должны стесняться, начать обучать других, как царь Давид, ну, надо набраться сил для этого, это надо уметь делать, надо иметь особые душевные качества, чтобы осуждать других, называется, наставлять на правильный путь, мы разобрали с вами седьмое правило, давайте перейдем к восьмому, восьмое правило, человек должен улитворяться теми средствами пропитания, которые приходят к нему сами, и которые у него есть, ибо для него должны быть презренными, лишенными смысла, материального устремления его души, он должен воспитывать в себе способность противостоять телесным вожделениям, чтобы направлять свои силы на исполнение своих обязанностей перед Творцом, из-за долгой благодарности за многие блага и милости явленные ему. Как сказал царь Давид, дорогой по велению твоих бежать я буду, когда ты дашь простор сердцу моему, освободишь его от вожделения. Это то, что имеется в виду. Вот вам пример, тему эту мы уже обсуждали неоднократно, восьмое правило, какое отношение это имеет вообще к высокомерию. Ведь это речь идет, есть два корня, да, помните, говорил неоднократно, есть корень, называется вожделение в человеке, то есть все, что связано с его телом и с его физиологией, есть там один корень, который может вывести все потребности человека из правильной пропорции, и это называется вожделение. То есть столько, сколько нужно это норма, хорошо, чуть вышли за эту норму, это уже порицаемо называется вожделение. Это один корень. А второй корень, не телесный, духовный, как раз он находится в этом, в распухшем эго человека, который называется, гордость называется высокомерие. Это правило, казалось бы, относится к вожделению, но если Рабейн Убах его сюда поместил, значит, мы что-то не понимаем, и действительно. Вот смотрите, человек ищет средства пропитания. Мы вообще сейчас где живем? Мы живем в очень искусственном обществе. Тысячелетиями была один образ жизни, а сейчас все-все-все поменялось, появилось общество потребления. Если раньше в основном проблема была в том, что люди не доедали, а сейчас люди в основном переедают. Это проблема, которая у нас есть. Статистику я точно не знаю, но приблизительно то, что я слышал, 40% еды, которая есть у нас в холодильнике, мы ее выбрасываем. А 60%, которую мы потребляем, половина просто она лишняя, она нам тоже не нужна. Я уже не говорю про то, что выбрасывается невероятное количество пищи в общественных местах типа общественных организациях типа армии на свадьбах и все прочее. Практически чуть не половина, а иди, знай, если не больше, все идет в уровень. Надо покупать, снова покупать. Все. Люди не довольствуют за тем, что есть. Хотя примеры всех наших мудрецов, наших поколений, наших поколений, это примеры людей, которые довольствовались минимумом, которые только есть. Кто был в доме Рафштейна, вообще может понять вообще, о чем речь идет. Надо было только зайти к нему в дом, чтобы увидеть эту картину. Это надо было ее создать. Это надо было, по-видимому, там 30-40 лет ничего в доме не делать, чтобы это произошло. Энтропия. Это тяжело даже представить. Главное не заходить в кухню. Это самое было опасное занятие, которое есть. Просто комната, одна комната, как до такого состояния дошли. Все разбито, нет ничего. Все касается 40-летней давности, где ничего не менялось. И таких примеров у Рафшака так было. Все, кто знал, как жил Шломазарный Эрбах и другие мудрецы, которые видели своими глазами все это. Единственное, что надо знать, не наш путь это, это снова, мы тут говорим о чем-то очень высоком. А мы люди простые, человек может себе позволить живить как полагается, согласно своим средствам. Но есть попытка человека жить больше, чем его средства. Откуда это? Видите, что они говорят? Человек должен удаляться теми средствами, которые приходят к нему сами, которые у него есть. Имеется даже в виду о том, что человек зарабатывает, сейчас он работает программистом, зарабатывая, 20 тысяч шекелей. Это то, что у него, это приходится ему сами. Это само то, что приходит. Речь не идет о том, что приходит тысяча шекелей. Приходит 20 тысяч, 30 тысяч шекелей, 30 тысяч шекелей. Вся проблема, что он хочет жить на 50 тысяч. А у кого есть 5 тысяч, хочет на 10 тысяч. Об этом речь идет. Для чего он это хочет? Казалось бы, для того, чтобы удовлетворить, свою нижнюю часть, телесную часть, удовольствие, комфорт, это поехали туда, это поели, это всякие потребности, давай еще купим, это купим, нет, нет. А корень, это он более высокий, это корень высокомерия и гордости. Как может быть, что вот у него есть, да, а у меня нету? Что человек оттолкает? Что его толкает? Почему он хочет жить больше, почему все живут в минусах? Что его толкает вот это потребление еще, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще? Все, все, что мы покупаем, действительно, необходимо для нас. Если проанализируем это совершенно нейтрально, увидим, что это вовсе не так. Многие вещи, они совершенно лишние. Называется мутород, излишество. Откуда это идет? Казалось бы, это идет, желание, потребление, там всякие разные, есть многие другие объяснения психологические, которые есть. Корень, в конечном итоге, всего, то же самое, гордость и высокомерия человека. И это об этом он говорит. Что если бы человек удовлетворялся тем, что у него есть, только что ему посылается сверху. С теми усилиями, которые он делает, то есть. И он знает о том, что вот это мой бюджет, и я больше этого бюджета, я просто, ну, не могу, и мне нельзя растрачивать больше. Это бы свидетельствовало бы о качестве смирения в его душе. Человек смиренный не будет стремиться расходовать больше, чем то, что ему посылается сверху. А ему послали сверху зарплату в 100 тысяч, ну, не хоти зарплату в 150. Ну, не надо тебе. А если ты хочешь, признак высокомерия, гордости. Почему? Потому что ты хочешь быть и хочешь это, почему же, вот, было какое-то, это, мое я, это не позволяет. Ну, это, тут ясно и понятно. Тогда давайте перейдем к девятому правилу. Не знаю, может, успеем даже завершить. О, это правило, оно, тут его спрашивали на одном из уроков, очень-очень важное, очень непростое. И тяжело его переварить. Девятое правило. Человек должен мстить злодеям во славу Творца, а обычаи его прощать людям обиды, подчиненные лично ему не должны склонять его к тому, чтобы он прощал им их провинности перед Богом, либо их речи против пророков его, праведников, против тех, кто особо любим и приближен им благословенно. И обычаи прощать грабящих и притесняющих его не должен распространяться на тех, кто грабит других людей. Человек должен спасать ограбленных и помогать им вырвать добычу из рук грабителя. Как сказано в книге Ирмияу, судите суд с утра и спасайте ограбленного от руки грабителя. Еще сказано в книге Йов, крушил я клыки беззаконно, и из зубов его добычу вырывал. Человек должен учить других служения Богу, упрекать и стыдить их, наставлять их добру, предостерегать их от зла, устами своими, рукой, по мере своих возможностей. Должен без промедления наказывать виновных согласно законам, установленных Богом, не являя при этом ни смирения, ни приниженности, как сказано Пенхасе, и сказал Пенхас и сверил суд, и прекратился мор. И считалось ему это праведность из рода в род вовеки. Это надо разобрать. Это непростая тема. Видите, что мы учили до этого? Тебя обидели, что надо сделать? Опустить нос, простить ему. Промолчать минимум. Промолчать, найти оправдание. Не мстить, это уж точно. Не мстить. А для чего уже тогда мщение существует? Для чего Творец сотворил это качество? Ну, как мы сказали, все существует, все, что Творец сотворил в двух возможностях проявлениях. Одно положительное, одно отрицательное. Мщение как качество, когда это направлено обида по отношению ко мне, я хочу отомстить этому человеку, запрещено. По крайней мере, если не запрещено Аллахой, то это порицается. А какая положительная сторона? Если кто-то обижает или говорит недостойно и против Бога, то нам нельзя прощать. Нельзя прощать. То, что касается личной обиды, надо прощать. То, что касается обиды, нанесенным праведником, пророком, или говоря тхулу о самом Боге, нельзя это прощать. Получается, что это качество имеет две стороны, и оно сидит в нас, это качество общения, надо только им управлять и знать, в каком месте его нужно подавить, а в каком месте наоборот, надо еще больше развить, что мы вдруг не оказались такими скромными, такими вдруг смиренными. Происходит то, что происходит, и мы делаем вид, что мы то ли не заметили, то ли это меня не касается, то ли ну что, ну кто я такой? Нет, видите, как тут сказано, человек должен мстить злодеям. Мстить злодеям. то есть, если есть мстительность, так сказать, не забуду, не прощу, о, это для злодеев. Снова, эти слова нужно уметь расшифровывать правильно, что мы вдруг не поняли, это не так, как положено, и начали, так сказать, вправо и влево начать мстить кому-то, не понимая, о чем речь идет. Давайте разберем это на примере Пенхаса. Вот тут привели этот пример, он очень-очень хороший, этот пример. Надеюсь, все, кто учили недельную главу, они эту тему хорошо разобрали, и давайте поймем, о чем речь идет, потому что там проходит очень тонкая грань, очень тонкая граница, как хутасера, как волосок между тем, между двумя понятиями, я не знаю, если правильно по-русски говорю, между понятием фанатизма, которую порицаем, и понятие ревнителя, которое наоборот очень, сказать, почитаем. Какая разница между двумя этими понятиями? Что произошло? Все знаем, то есть в месте под названием шитим, когда еврейский народ, народ Израиля, должен был перейти уже к землю Израиля, послали им с ним большой-большой низайон, большое испытание, испытание бнот-муав называется, бнот-муавитя. И там все знают, что произошло, сказать, слово за словом, и вот эти девушки, по-видимому, были довольно-таки симпатичны, и, в общем, соблазнили мужей еврейской национальности, и вот они пошли за ними, и из-за этого должно было произойти большое несчастье. И тогда встал Пенхас, и он взял копье и подошел, пришел к Маше Робейну, который стоял, и он, и все старейшины плакали, видя всю эту картину, с которой невозможно было остановить это, и он сказал, спросил его, Робейну, сказано, вы настучили, о том, что тот, который, имея дело вот с еврейской женщинами, то канаим погимбо, ревнители его, как бы, вне закона, вне бейдина, вне еврейского суда, имеет право его убить. На что он ему ответил, кто, кто говорит, кто вспоминает, этот он должен выполнять. Что сделал Пенхас? Он пошел в то место, которое наиболее, так сказать, представительно было в этих деяниях, и он на месте, прямо на месте преступления убивает главу Шевет, Шимон, глава колена Шимона, вместе, естественно, с тем, с кем он это преступление делает. то есть он убивает главу колена Шимона. Убийство. Он просто так. Как к этому относится народ вокруг? Естественно, что нашлись люди, которые сказали о том, что какой же он там был ревнительный. Он на самом деле фанатик, что имеется в виду? Фанатик в таком плохом понимании этого слова. На самом деле он как там посмотрите Раши пишет это очень просто. Как смеялись над ним, приписывая его деяния его корням нееврейским. Потому что его дедушка был и Тро. Ну смотрите, да, еврейская душа такая тонкая, не могла бы такое сделать. А тут генетика сработала. На самом деле он просто человек кровожадный. У него было желание кого-то привить него. И тут оказалось, что можно это свое желание облечь в такого рясы ревнителя. И еще заслужить одобрение людей. И вот он пошел и убил. В самом деле он просто убийца. А вот хочет себя, чтобы он выглядел как некий ревнитель бог. и до такой степени это шмуа, это мнение, слух этот распространился, что даже сама Тара должна была о нем написать, приписать его к Аарон. Кто он такой? Кто его был, дедушка? Его было Аарона Коэн. Кто Аарона Коэн? Родев Шалом. Огэв Шалом Родев Шалом. Что о нем сказано? Аарон Коэв его как бы фирменный знак был. Он тот, который ищет мира, который устанавливает мира, стремится к миру. Душа Пинхаса стремилась к миру. Она не желала кровопролития. Но так как, как тут сказано, обстоятельства вынудили, то когда нужно, то надо мстить. В скобки интересная вещь можно сказать. Это надо учить, это очень интересная тема. О том, действительно, кто был Пинхас, проясняется в книге Ишуа, когда Шватим, когда колены Израиля, Рувен и Гад, которые остались за Ярденом, они вопреки закону, они сделали абима, они сделали не постаменты, абима, это место для жертвоприношения. Это такое жертвенники, жертвенники сделали, свои жертвенники. И когда было решение пойти на них войной, кого послали? Пинхасу. Его послали, Пинхасу. Он по главе войска, десяти колен, воевать против двух колен, за то, что они сделали. Казалось бы, кровожадность Пинхаса должна была привести к тому, что не выясняя ничего, сразу обрушиться войной на противника, перерубать их дело с концом. Кровь, а, приятно. А что оказалось, он пришел с войском, выяснил, прояснил, разобрался, и никакой войны не было, никакого кровопролития не было. То есть проясняется, не просто так рассказывает нам Тора, пророки рассказывают о том, что не просто Тора сама свидетельствует о том, что он истинным мотивом, единственным мотивом этого убийства, которое совершил Пинхас, это была ревность Всевышнего. А отсюда мы можем учить и для нас. Эта тема огромная, огромная, огромная. для того, чтобы быть ревнителем Бога, надо не иметь никакого другой примеси, ничего, никакого пристрастия. Клюм, ничего, 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 ничего. Рассказы про Рапшаха, когда к нему приходили что-то спрашивать, и надо было что-то прояснить такое существенное, он всегда проверял, если у него есть к этому человеку что-то, то есть какое-то личное отношение, или есть какие-то денежные отношения, что-либо, чтобы заранее проверить, если у него может оказаться какое-то пристрастие в этой ситуации. Человек пристрастие. Пристрастие. И мы не говорим о простолюбе, мы не говорим о простых людей, которые полностью даже не замечают, слепые, живут в этом. Мы говорим о мудрецах, мы говорим о праведниках. Испытание им посылается. Один из великих рабоним, который сказал, что я как-то видел многих, которые знали Тору и были праведны, но как прошло испытание деньгами, они не прошли это. Очень сложно. Очень сложно. Не прошли испытание деньгами. я знаю многих, которые прошли испытание деньгами, но не пришли испытание почестью. как тело доходит для того, что, так сказать, есть бгиябе к водам, уже тут не было объективности, потеряли ее, потеряли. Не все прошли это испытание. А с другой стороны, надо знать, что мудрец Торы, о нем сказано, что он должен иметь высокомерие. А и мы учим, что не должно быть высокомерие. А ответ, когда касается его лично, он должен быть как никто. Мы три раза в день повторяем о том, что душа моя, чтобы она была на вшике афар телеку. Моя душа должна быть как афар, как земля, как прах, по которому все топчутся. Такой должен быть мудрец Торы. То, что касается лично, все стерпеть, все прощать. Как только касается Торы, нельзя прощать. Называется квода Тора. Нельзя это прощать. Нельзя прощать. Известная история рассказывает про вел великий мудрец Ридвас. Он жил в Слуцке. В начале XX века. Он был раввином города. И там уже началась эта скала, началось просвещение, начались люди отходить еврейской жизни. И уже были раба им, которые не были такие строгие, как он. Он был Гаон, Геон, им. Он знал всю Тору наизусть. Он посак. И все закон устанавливал точно по Шелха, наруху. И было там ответственные устроители общины еврейской. Как бы совет был, состоявший из пяти евреев. И вот они решили, вопреки его мнению, добавить ему еще раввина в город такого своего, который не такой строгий. Встал в эту субботу, известная ситуация, известный случай. Он встал в своей синагоге, остановил службу, сказал, я должен что-то вам сказать, рассказал, что произошло, и сказал так. Если бы нашли какой-то недостаток в моих знаниях, я бы это понял. Если бы не нашли недостаток в тех песке Дин, в тех законах, которые устанавливаю, я тоже понял. Если бы не нашли недостатки в моей личности, я тоже понял. Но так, как речь идет всего лишь о навсего, о сквернении Торы, путей Торы, законов Торы, нет этому прощения. Говорит, я тут вам говорю, на месте я говорю, о том, что эти люди, которые это сделали, они не закончат этот год. Хорошо. И так оно и было. Это страшный случай. Все пятеро, они в этот год, по самых разных причинам, они умерли. Последний, пятый, в эре в Йом-Кипур. Все один, как один. А куда дальше ходить? У нас есть прообраз всего от Маши-Рабейна. О ком сказано, что вот мы тут учим врата смирения, кто был самым смиренным человеком в мире и не будет никого смирения его. Маши-Рабейну сама Тора об этом свидетельствует. Когда пришла масса Корах, все события с Корахом, что произошло? Вдруг ни с того, ни с сего, что делает Маши-Рабейну, который за все прегрешения и время, чуть не убили несколько раз Маши-Рабейну, а что делает Маши-Рабейну? Он просит, вымаливает у Бога прощения, прости моему этому народу и прости так, прости так. И тут вдруг он сам говорит, послушайте, эти люди а эти люди кто? Корах Ведато и его сподвижники. Что они делали? Они не просто говорили о том, что сказать, они пошли против самой Торы. Они начали делать из-за этого насмешку. Цицит, всякий раз не будем ходить в детальности, вы все это знаете. Сказал им, так это касается не меня, я тут не могу ничего простить, никакого смирения, это как тут написано, нельзя прощать, мстить злодеям. Он сказал вещь, которую он не согласовал с Богом. Мне написано в Торе и в Медоршине этого. Он сказал, он сказал, что если я прав, то вы умрете от смерти, которой никто не умирает. У вас просто развернется земля и она поглотит вас. И об этом сказано Цадлико Зер праведник устанавливает, а Творец это осуществляет. И так оно и было. И так есть не один случай, когда была бгия, баквода Тора, когда честь Торы была нарушена, и тогда стали мудрецы, которые вышли против этого, которые были настоящими ревнителями, никакого пристрастия у них не было. И ихняя ревность закончилась большим наказанием этих грешников. И так мы должны знать о том, что если нужно мсти, то нужно мсти, только это обратите внимание, что Пинха сделал. Это очень важно сделать. Это очень важная деталь. Величие Пинха состояло в том, что когда он пошел убивать, он не рванул с копьем или там мечет, сейчас покажем. Куда он пошел? Пошел спросить Рэбе. Пошел спросить Маширабейну. Маширабейну разрешил? Пошел. Так и у нас. Если кому-то в голову вдруг придет стать ревнителем, пойдите спросите кого-то, если Равин вам дает на это разрешение для лени. Естественно, вы слышите слова нет. Наше время быть ревнителем настоящим практически это невозможно. То мы с вами разобрали девятое правило. В принципе, нужно и десятое правило. Давайте его, может быть, в двух словах. Сможем, да, нет, времени уже нету, заканчивается. Но хотелось бы просто уже завершить раздел. Есть десятое правило, которое снова все включает. Человек должен быть немногословным. Снова, мы хотим быть какими людьми смиренными, значит, мы должны быть небогословными, говорить тихо, не смеяться много, поменьше клясться имени Всевышнего, даже об истине, не должны лгать и пребывать в компании пустых людей, насмешников, не должны предаваться утехам этого мира, доставляющей радость простолюдинам и невеждам. Все это из смирения своего приниженности, но никак не из сознания своего величия и превосходства. не сидел я в кругу насмешников, разделяя с ним веселье, под рукой твоей сидел я одиноко, ибо ты наполнил меня пророчеством гневным, сказал Ирмия. Это десятое правило, может быть, разберем его более подробно в следующий раз, только завершим это в нескольких словах. Десятое правило, оно как бы снова возвращается к первому, собирает снова все вместе, и есть внешнее проявление, которое есть у человека смиренного. Человек смиренный это человек, который пришел к этому посредством мудрости. Невозможно стать просто так смиренным. У глупца смиренность, глупость и смиренность не идет вместе. А человек мудрый, он всегда немногословный. Он никогда не будет выставлять себя на показ, потому что только глупцы считают, что у них есть что сказать, а мудрецы, наоборот, считают, что у них нечего сказать, поэтому они молчат. А все глупцы говорят. Они не осведомлены своей глупости, потому что они думают, что есть у них что поговорить. Мудрецы говорят тихо, а глупцы говорят громко. И мудрецы не смеются, заливаясь хохотом. они проявляют чувство радости, они могут смеяться, но они не хохочут так, чтобы у них чуть ли не надо было держаться за живот. И вот весь список, который есть. Мы с вами их разберем. Итак, мы с вами разобрали 10 правил. Человек, который осуществит это в каком смысле вершина человеческая, это вершина, 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 к которой мы стремимся, наш идеал, эталон. Дорога пишем в крайней мере как эталон, как идеал, мы это должны знать, знать, куда двигаться, в какую сторону, это дает нам понимание, что такое хорошо, что такое плохо, разобраться в нашей душе, хотя бы быть честными перед собой, не стесняться, да, верно, я еще меры смирения не достиг, но в крайней мере я иду по этому пути. Остануемся тут, всего доброго, привет из Руссулема. Руссулема.